Всем привет! Я не учитель рисования и у меня нет художественного образования. И это видео снято только потому, что меня попросили. Данное видео будет полезно для тех, кто не знает основных пропорций лица, но все же хочет его рисовать. Объяснять я буду на рисовании мужского лица. Женское и мужское лицо, то есть голова, отличаются формами в лобной части, но углубляться в это лучше после того, как немного освоить употребление головы. Далее я буду употреблять слова анфас и профиль. Анфас – это прямое положение головы, повернутое на зрителя. Профиль – это когда лицо повернуто в пол оборота и зритель видит только его половину. Вы можете поставить видео на паузу, взять альбом для рисования или блокнот. И карандаши. Рисовать вместе со мной. Очень полезный совет, прежде чем я начну. Во время рисования не давите сильно на карандаш, потому что вспомогательные линии нужно будет стирать. А если они будут нарисованы жирно, то стереть их будет сложно или того хуже разведете по листу грязь. Обычно для начала рисования лица я набрасываю круг. Не столь важно, если он получился не совсем ровным. Он нужен только для того, чтобы определиться с размерами. Дальше я отмечаю линию чуть ниже середины круга – это линия бровей. Потом отчерчиваю линию чуть ниже верхней линии круга – это линия основания волос. Затем нижнюю линию круга – это основание носа. Измеряем расстояние между линией основания носа и линией бровей. И точно такое же расстояние отмеряем от основания носа вниз. Это будет линия подбородка. Все эти три расстояния равны между собой. Можете даже проверить на себе. Теперь соединяем подбородок с остальной частью головы. У нас получилась форма перевернутого яйца. Я специально для вас подписала, что на какой линии должно находиться. Затем расстояние от основания носа до подбородка делим пополам. И получаем линию под нижней губой. То есть губы должны находиться над этой линией, а не на ней. Можно еще отчертить линию выше. Это поделить пополам расстояние между основанием носа до линии под губами. Мы получим расстояние, в котором должны уместиться губы. Дальше делим все расстояния от подбородка до верхней линии круга пополам. И получаем линию глаз. Глаза имеют форму шара, поэтому сначала нарисуем круги. Расстояние между глазами должно равняться расстоянию одного глаза. А также это расстояние является шириной ноздрей носа. Дальше придаем глазам нужную зауженную форму поверх кругов. Все лишнее позже стерется. Уши равны расстоянию между линиями основания носа и линией бровей. И располагаются тоже там же. Их расположение и размер будет меняться из-за положения головы. Но если портрет рисуется строго в анпас или профиль, то положение не меняется. Когда голова готова, приступаем к волосам. Они обычно рисуются в последнюю очередь, потому что прическа находится поверх черепа. Объем прически можно определить, когда череп, высок голова, уже нарисована. Вторым этапом я покажу, как рисуется голова в профиль. Сначала я рисую квадрат. Делю его на равные 4 квадрата. Затем также отделяю линии. Линия основания волос, линия основания носа, линия бровей. Линией подбородка будет нижняя линия квадрата. Переносица уходит вглубь, поэтому ее рисуем внутри квадрата, а сам нос снаружи квадрата. Лоб немного спрашиваем, срезаем или закругливаем. Очерчиваем линию под губой. Это ровно посередине между основанием носа и подбородком. Ухо в таком положении располагается во второй половине квадрата, но все в том же месте на уровне носа. Глаз у нас будет находиться на центральной линии, которую мы провели в самом начале. Затылочная часть головы закругляется на линии основания носа. А дальше голова уходит в шею. В первое время по построению у меня получались страшные лица. А без построения кривые, но милые. Возможно, поначалу у вас будет точно так же. Не пугайтесь, с практикой это пройдет. А теперь я покажу вам все то же самое, только в ускоренном варианте. Это всего лишь наброток, и он кривоват, но на смысл это повлиять не должно. Главное, чтобы вы запомнили основные пропорции лица. Как вы видите, я начинаю все с того же круга и расчерчивание основных линий. И только затем начинаю прорисовывать деталь лица. Финальным скетчем мне захотелось нарисовать мужчину длинными волцами и небольшой бородкой. После прорисовывания частей лица, ушей, глаз, носа, губ, я стираю вспомогательные линии, которые указывали мне на их место расположения. Так как я рисую в диджитал, в фотошопе я создаю новый слой. Старому делаю прозрачность и на новом делаю чертовой контур лица, головы. Вы вместо этого должны будете стереть лишние линии и подчистить кривые линии всех частей. Глаз, нос, губ, ушей и так далее. Чтоб контур был более чистый. Ну и не смогла отказаться от легкого объема работы. Если вы еще никогда не работали со светотенью, упустите этот шаг. В будущем вы все равно к нему придете. Портреты невозможно рисовать одним только контуром. Если вам понравилось видео или чем-то помогло в рисовании лиц, вы можете отблагодарить меня лайком и комментарием. Это очень поможет продвижению данного ролика, да и каналу в целом. Вдохновение и всем пока!